...и получил письмо. Она сказала, я не знаю, что делать. Многие в нашей церкви не знают, что делать. У нас были замечательные служения. Дух Господень был с нами. Но пастор наш думал, что что-то больше нужно. Что церковь недостаточно быстро растет. И он услышал о пробуждении. И он отправился на это пробуждение. И вернулся три месяца назад домой. Он встал, чтобы проповедовать. И стал смеяться. Полчаса. Он не мог контролировать себя. Он просто смеялся и смеялся. Не было проповеди. И он сказал нам, это новое движение Святого Духа. Мы пришли на следующей неделе. Воскресное утро. Он встал. И он начал бесконтрольно трестись и смеяться. Без проповеди. Три месяца. Нет проповеди. Только смех. И он называет это движением Божьим. Позвольте задать вам вопрос. Дух Святой, который написал эту книгу. Который сказал, что истина сделает вас свободными. Вызовет ли он такой смех у служителя, что тот не сможет проповедовать его слово? У нас сейчас есть служение. Лают, как собаки. Животные звуки разные издают. У меня есть кассета проповедника просветания. Я не называю каких-то именов. Я не пытаюсь уничижить этих людей. Я говорю о священстве Авиафарова, которое угодничество людям. Которое отказывается грех исправлять. Один из пасторов сказал, отложите ваши Библии, она вам ничего не скажет. Другой служитель на своих руках и коленях он бегает, как собака. Бегает вокруг и лает. Другой на коленях и на руках стоит. И ему повязали на шею ошейник. И жена его ведет по проходам и поет песню «Куда поведешь меня, я последую за тобой». Есть другая кассета. Пастор проповедует. Люди сбегаются, набивают его карманы деньгами. Деньги льются ему в карман. Новая доктрина Соединенных Штатов из Евангелия успеха вот какова. Если ты хочешь быть благословен, найти самого благословенного проповедника, найти самого богатого пастора, это знак о том, что Бог его употребляет и благословляет. Если ты хочешь иметь благословение, ты отдай деньги твои не в церковь, но ты отдай деньги человеку, который более благословен, чтобы ты имел самые лучшие шансы на благословение. У меня есть еще кассета. Люди посылают мне их из всех мест Соединенных Штатов. И я наблюдаю за этим. Я говорю, что муж где конец отношения, где развлечение духовное. Вот человек, который очень известен, и он ходит по собраниям, и он шипит, как змея на людей. И потом начинает, как змея, изливаться попом. Человек 50 ползают под своими креслами. И бегают вокруг всех, поют песни. Бежи за деньгами. Чем быстрее побежишь, тем больше денег получишь. Пятидесятник. Харизматики. Картину получите такую. Вот здесь люди лают. Кто-то там шипит. Проповедник пытается проповедовать. В него деньгами бросают. Набивают карманы деньгами. Люди вокруг бегут. Они называют это Святой Дух. Я рыгаю. Потому что приезжают люди как из России. Слышали Евангелие здесь. Кто-то из вас может быть в этом. И может быть вы на меня сейчас злитесь. Но я хочу сказать вам нечто. это не то, что я считаю о моем Иисусе. Я не вижу призывов к алтарю. Я не вижу людей рыдающих о грехах своих. когда я в церкви Тайм-Сквер я смотрю сюда и я вижу семь человек мужчин одетых женских. Трансвестит алчут Бога. Я смотрю сюда и здесь звезда кинозвезда молодая. Она через два дня будет совершать самоубийство. Выпрыгнет с 11 этажа. И я вижу исполнителя директора президента корпорации исполнительного обязанного. Он потерял свой бизнес. Он сейчас на улице. Он был мультимиллионер. Кокаин стоил всего для него. И он на улице. Он грязный. И я сюда смотрю. Я вижу 15-летнего мальчика. его брат умирает от спида. Мне здесь не на чем смеяться. Я не могу смеяться над этим. Не могу смеяться. Я не могу смеяться. смеяться, когда они Духа Святого выставляют посмешище. Дух Святой приходит, чтобы обречить о грехе и о праведной и о суде. Мальчика. Продолжение следует...